здравствуйте мои подписчики и гости канала это видео по теме охлаждение и осветление сусла в этом видео поговорим про охлаждение сусла и про оборудование на котором это осуществляется на практике сусла охлаждают и взвеси отделяют из него различными способами наиболее распространенным является способ охлаждения сусла на отстойных холодильных тарелках где одновременно отделяют и взвеси с последующим дополнительным охлаждением сусла на нарастительных холодильниках мутные сусла фильтруют фильтр прессах раньше сусла охлаждали также в коробчатых холодильниках в которых проходили пучки медных трубок небольшого диаметра окруженных ледом взвеси отделяли на мешочных фильтрах из линяной ткани теперь такие устройства не применяются отстойно холодильные тарелки заменяют холодильными и отстойными чанами а оросительные холодильники батарейными или пластинчатыми холодильниками сусла охлаждают и отделяют взвеси за счет того что горячее сусла сначала перекачивают в отстойный чан или другой сборник а затем центрифугируют или фильтруют на диатомитовом фильтре сусла охлаждают при таком способе исключительно на высоко производительных пластинчатых холодильниках центрифугирование сусла комбинируется с фильтрацией по-разному в зависимости от того какую часть взвеси надо устранить на данной стадии горячее или охлажденное сусла закрытые холодильники прототипом закрытого холодильника для окончательного охлаждения сусла был холодильный ящик системой трубок погруженных в воду со льдом холодильные ящики после введения машинного охлаждения сменились противоточными трубчатыми холодильниками противоточные трубчатые холодильники представляют собой сдвоенные трубки внутренние медные и наружные стальные концы которых соединены так называемый теплообменник труба в трубе во внутренних трубках течет сусла а в пространстве между трубками в противоположном направлении охлаждающая жидкость холодильники разделены на секции это сделано для предварительного охлаждения сусла артезианской водой на первом этапе и последующим охлаждением охлажденной водой или соляным раствором трубки могут быть установлены горизонтально или вертикально путем увеличения количества трубок можно повысить производительность холодильника холодильники старых конструкций было трудно чистить в результате сусла инфицировалась а проходы для охлаждающей жидкости забивались взвесями современные конструкции имеют легко снимающиеся детали чтобы трубки можно было чистить и снаружи и изнутри однако более значительное применение и более широкое применение нашли пластинчатые теплообменники для окончательного охлаждения сусла они сконструированы также как известные в химической или молочной промышленности пластинчатые теплообменники они состоят из пластин рифленых так чтобы течение сусла и охлаждающей среды обеспечивала высокое использование теплоотдачи они изготавливаются из нержавеющей стали или меди в углах имеют круглые отверстия и уплотнены резиновыми прокладками пары пластин и листов подвешены на двух стержнях укрепленных на подставках торцовые пластины и болты служат для зажима всего холодильника при сборке производительность пластинчатых теплообменников можно изменять комбинацией пар пластин один за другим или рядом или изменением числа пластин сусла и охлаждающая жидкость протекают противотоки в тонких слоях фрезерованные желобки в пластинах изменяют направление текущих жидкостей тем самым жидкости перемешиваются и повышается эффективность охлаждения пластинчатые теплообменники бывают разных конструкций пластины могут быть квадратные или прямоугольные теплообменники дополнены устройством для аэрации сусла и насосом для ускорения его прохождения после окончания охлаждения сусла теплообменники прополаскивают и заполняют горячей водой температурой от 80 до 90 градусов цельсия которая остается в них на время стерилизации один раз в неделю холодильники заполняют горячим раствором щелочи двухпроцентным который циркулирует 20 минут после спуска щелочи холодильник разбирают и чистят щеткой преимуществом пластинчатых холодильников является большая производительность экономия занимаемой площади а также то что их вместе с насосом можно разместить в любом месте далее подробнее рассмотрим конструкцию одну из конструкций пластинчатого теплообменника а также схему движения в нем материалов на экране представлена схема пластинчатого теплообменника который состоит из тонких штампованных стальных пластин 7-11 устанавливаем их параллельно на штангах 3 концы которых закреплены в стойках 1 и 5 пластины посредством плиты 4 и винта 6 сжимаются так что между каждой парой образуется узкое пространство по которому протекает жидкость уплотнение пластины создается посредством резиновых прокладок приклеиваем их по периферии пластин и вокруг отверстий для прохода жидкости на рисунке которые вы видите пластины показаны в разомкнутом состоянии прокладки на пластинах располагают так чтобы после сборки теплообменника в нем образовались две системы каналов по одной протекает сусло по другой холодный рассол раствор поваренной соли или холодная вода называемые в дальнейшем тепло носители сусло поступающие в верхний угловой канал 2 течет по каналам между пластинами 8 и 9 10 и 11 а тепло носитель движется навстречу по каналам между пластинами 7 и 8 9 и 10 то есть потоки сусло и тепло носителя чередуются и теплообмен у каждого потока происходит через обе ограничивающие поверхности через обе пластины если за один проход между пластинами сусло не успеет охладиться до нужной температуры его пропускают через последующую группу пластин этого же теплообменника такая группа пластин по которой сусло или тепло носитель течет параллельными потоками называется пакетом один или несколько пакетов образуют секцию далее рассмотрим течение материалов в двухсекционном холодильнике для пивного сусла эту схему вы сейчас видите на экране в водяной секции горячее сусло охлаждается водой для этого она проходит тремя параллельными потоками последовательно через два пакета пластин холодная вода в водяной секции движется противотоком по отношению к суслу и происходит также последовательно через оба пакета пластин в рассольной секции схема движения жидкости несколько иная сусло двумя параллельными потоками проходит по двум пакетам пластин а солевой раствор движется через всю секцию четырьмя параллельными потоками следовательно в рассольной секции для сусла пластины образуют два пакета а для рассола только один большая площадь поверхности теплопередачи рифленая поверхность пластин способствующие перемешиванию жидкости повышают эффективность охлаждения сусла пластинчатые теплообменники удобны в обслуживании их можно быстро разбирать очистить поверхность всех элементов а также быстро подготовить к работе аэрация сусла в сусле охлажденном закрытом противоточном холодильнике объем растворенного кислорода не бывает оптимальным вместе с тем необходимо достичь оптимального объема растворенного кислорода от 6 до 8 миллиграмм кислорода на литр так как это существенно влияет на разбраживание и на главное брожение отсюда вытекает что при закрытых способах охлаждения необходимо компенсировать недостаток кислорода путем искусственной аэрации сусла при этом для достижения требуемой концентрации кислорода необходимо подводить значительный избыток воздуха применяемые для этого устройства дозируют тонко распыленный воздух в сусла протекающие по сливному трубопроводу эти устройства расположены обычно непосредственно за холодильником разделительные элементы этих устройств изготавливают из пористых материалов стальных или керамических по лейску и калеру этот аэратор сконструирован для размещения в прямоугольном колени трубопровода для сусла и отдельные его части представлены на экране пористая свеча аэратора изготовлена из белого пористого электрита она съемная и легкодоступная аэратор снабжен деталью препятствующей проникновению сусла в воздушный трубопровод при прекращении подачи воздуха подача воздуха регулируется простым краном вы посмотрели видео посвященное охлаждению и осветлению сусла я благодарю вас за внимание подпишитесь на канал поставьте колокольчик уведомления все уведомления и вы будете получать уведомления о новых видео поставьте лайк напишите комментарий с вопросом если вам что-то непонятно если вы увидели какие-то недоработки в моей лекции на этом я с вами прощаюсь желаю вам всяческих успехов и до новых встреч